ВЫСТРЕЛЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю в эфире телепрограма «Шех и мат». Меня зовут Тетяна Кондрашевская. Сегодня поговорим про прогнозы пандемии коронавируса. В нашей студии профессор экономических наук и кандидат физико-математических наук Володимир Момот. Витаю вас. Здравствуйте. Володимир Момот, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля Дніпро. Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю двигуни літальних апаратів та менеджмент організацій. 2006-3-2014 член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми MBA у Міжнародній школі бізнесу УАН. Опублікував понад 250 наукових праць, викладає у вишах та бізнес-школах Європи. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс-велосипед САП. Володимире, добрий день. Здравствуйте. Володимире, у світі, у сучасному світі, взагалі, математичні моделі описують прогнози, поширення, розвитку наслідків нових продуктів, епідемії, захворювань, які маємо на сьогодні в Україні взагалі прогнози і в світі? Да, дійсно, почнемся з того любопытного момента, що уравнення, т.е. та математика, яка описує распространення інноваций, популярність нових продуктів і епідемії – це одна і та жа математика і одні і ті жі формулы. Та математична модель, яка лежить в основі описання розпространення вірусу і інноваций, вона одна і та жа. Люди встречаються, люди общаються. В случае с інновациями вони передають друг другу інформацію, в случае епідемії вони передають друг другу вірус. Ще раз говорю, уравнення остаються те жі самые. Весь вопрос в тому, які використовуються константы, коэффіценты в цих уравненнях. І, саме важливе, де їх получить? Я хочу привести, я, естественно, буду комментировать сегодняшній темп розпространення коронавірусу і те прогнози, які ми сьогодні і имеємо. Я думаю, що і я вважаю цель нашої передачи – все-таки ясність отрезвлення внести, тому що то, що на нас виваливає інтернет, там, скажімо, прогнози о том, що 68 мільйонів чоловік, 15 мільйонів чоловік умрут. 70% взагалі. Да, дікі совершенно цифри. Я хочу сначала напомнить вам, уважаюмі зрителі, історію, связанну з іспанкою, яка була практично ровно 100 років тому. Це теж грипп, це теж гриппозний вірус. Так вот, тоді заболело 550 мільйонів чоловік, внимание, це четверть, даже чуть більше, тодішнього населення землі, і умерло от нього 100 мільйонів чоловік. Т.е. смертність составила фактично 20%. Що треба сказати о тому времени, і чому я упомянув эти цифры і ці соотношення, в связі з сьогоднішніми прогнозами. Смотрите, тоді були зовсім унікальні услові. Була війна, фактично конец Первої мирової війни, коли мільйонів людей сиділи в окопах і общались дуже тісно. Считається, що нулевой пацієнт, вообще говоря, к Іспанії не має ніякого відношення. Це американський морський пехотинец, зовут його Гарри. Фамилию... Вот один мой сотрудник, историк по образованию, прекрасний рассказчик, даже когда-то называл фамилию, я не запомнил ее і не нашел, но імя я його запомнил. Це американський морський пехотинец. Війна, солдаты общаются, вирус розпространяється. Сьогоднішні прогнози, которими сейчас достаточно богат інтернет, вони як раз і основані на тих старих константах, на тих старих параметрах, які соответствують распространению гриппа 100-летній давності. Ще раз, многие эти прогнози основані на цифрах, які получені, в общем-то, зовсім в інших условіях. Я хочу обратити ваше внимание, готовясь к передачі. Я взял по данным сайта університета Джона Хопкинса, це американський університет. Они ежедневно обновляють данные о распространенні коронавірусу, я взял данные на вчера, на вчерашній вечір. Це було где-то... Дані на 18 березня. На 18 березня. Так. Це було где-то 187, якщо мені не зміняє пам'ять, тисяч заболівших. І сьогодні, 19-го сутра, я вже слухав о 200, даже там 206 тисячах заболівших. Та ціфра і графік заболіваємості відбувається з'єлтої кривої. Можна сформулировать таким образом. Чим більше у нас є заболівших, тем с більшою скоростью растет распространення вируса. Понимаєте? Два заболівших – це одна скорость. 20 тисяч – скорость буде вже на порядке выше. Вот поэтому і получается. График, который изображен на этой... Который точно соответствует данным цифровым, приведенным университетом Гопкинса. Вот он. Сначала у нас небольшое количество заболівших. Они общаются, они передають другим. Число заболівших растет. І вот в какой-то момент наступає всплеск, когда кривая растет фактически отвесно. Я хочу продемонстрировать этот вид кривой. Вот эта красная кривая, которая соответствует і графику реальной заболеваемости, і любому прогнозу. Но смотрите, що происходит дальше. Я намеренно не закончил рисовать эту кривую, потому що в конечному счете количество людей, які потенціально можуть заболіть, зменшується. Оно уменьшається. То есть здоровых как бы не остается. Поэтому в конце концов я сейчас дорисую к этому графику то, чему мы пока не видим на кривой университета Гопкинса. В конечному счете мы выходим на какой-то средний уровень заболеваемости і скорость росту распространения і вообще распространения вируса перестає расти. У нас є заболевші, а потім, я нарисую сейчас график зеленым, у нас починається выздоровлення. І выздоровлення теж йдет достаточне быстро. Ведь здесь люди быстро заболевали, а потім вони починають ну, примерно с такой же скоростью выздоравливати. Так, звісно, пройшов десь який час. Намеренно я не буду здесь рисовать, я даже отказался взять черный фломастер і рисувати смертність, хотя на прогнозах, которые я сейчас буду комментировать, смертність отражена. Но любые модели выглядят именно таким образом. Вначале вони прогнозирують быстрый рост, вот эта вот ступенька фактически, затем мы выходим на какой-то средний уровень, да, который соответствует предельному количеству людей, которые могут заболеть. І, естественно, уже в тот момент, когда у нас є сплеск заболевания, начинают появляться первые выздоровевшие, их число сначала великое, ну а потом, когда выздоровливают практически все, естественно, число выздоровевших падает. Вот так ведет себя любая эпидемия, вот так ведет себя распространение любого вируса. Например, тут хочу прокомментировать, за останню добу, тобто 18 березня, у провинции Хубей та місце Ухань, где началась эпидемия коронавируса, уже не было виявлено новых заражений. Совершенно верно. То есть, то есть, про что вы говорите, так, не мое новых заражений, то есть, универсальные законы, да. И я хочу сказать, уважаемые друзья, уважаемые зрители, те прогнозы, которые говорят о десятках, сотен, миллионов погибших от вируса, они базируются, я не скажу, что они недостоверны, я хочу еще раз объяснить, как они получены. Мы с вами разобрались, как ведет себя в целом закономерность, но то, что я нарисовал, естественно, я нарисовал как-то, в математике говорят, качественный характер. Количество, конкретные цифры заболевших извлекаются из наблюдений. Те наблюдения, которые есть, это эпидемия, прежде всего, испанки. Других констант у нас просто, пандемий нету. И поэтому мы получаем такие катастрофические сценарии. Но я хочу сказать еще об одном очень важном моменте. И вот если мы вернемся к графику Энтони Хопкинсу, я хочу обратить ваше внимание на оранжевую кривую. Вы видите, что у нее там есть еще одна дополнительная ступенька. И ее уровень, вы видите, что уровень заболевших Китая, где большое население, где очень высокая плотность населения. И по идее, эта ступенька должна была продолжать расти, как я рисовал. Вы видите, что они вышли на какой-то стабильный уровень. На весу есть рост. Да, как вы и говорили, на отсутствие роста, на стабилизацию гораздо раньше. Почему? Потому что они ввели карантин. То есть, вот та верхняя ступенька, которую мы с вами назвали, максимальное количество заболевших. У них уменьшилось. Да, Ухань, ближайшие провинции. Еще расскажу, не только Энтони, не только Джон Хопкинс, прошу прощения, а и, скажем, Microsoft с помощью своего сервиса Bing дает возможность наблюдать, причем не только общее количество заболевших, а по странам. Ну, вот, конечно, Китай там весь ярко-красный, но если мы увеличиваем масштаб, мы видим, в какой-то провинции побольше, в какой-то поменьше. Смотрите, они ввели карантин. Они ввели его уже давненько. Они его ввели фактически сразу после Нового года. И, изолировав количество заболевших, вернее, заболевших уже там, они добились такого очень важного эффекта, что, скорее всего, в провинциях, сильно пораженных коронавирусом, да, количество заболевших, уровень заболеваемости будет высокий. Туда брошена вся мощь китайской медицины, вся мощь китайской экономики. Но, вместе с тем, еще раз, мы срезали вот этот вот максимальный уровень. Мы пришли к тому, что те люди, которые, по счастью, оказались далеко от очагов за счет того, что мы изолировали эти районы, они не заболеют. И вот здесь я хочу сказать о, вернуться к нашим реалиям и вернуться еще к одним важным прогнозам, я сейчас их тоже нарисую, которые, наверняка, наши зрители уже видели в интернете так называемые четыре картинки, четыре графика. Это прогнозы, полученные рассчитанные газетой «Вашингтон пост», где моделировали как раз влияние карантина, разных видов карантина. Сейчас я попробую изобразить то, как выглядят эти картинки, все четыре. Значит, я рисую координатные ось, и опять же, у нас по горизонтали откладываем время, по вертикали мы откладываем количество заболевших. Так вот, первый случай, который там есть, это тот случай, фактически, соответствует нашей первой картинке, когда мы не ограничиваем контакты, когда у нас количество заболевших соответствует, ну, потенциально заболевших, чуть ли не всему населению, если не остановить контакты, это так и будет. Мы знаем, что... Швейц не ввела никакого карантина. Кстати, еще есть несколько стран, да, Голландия до последнего, кстати, чуть ли не до вот текущего понедельника рассуждали, из понедельника, они, кажется, школы остановили, они еще Евровидение собирались проводить до вчера, мне кажется. Ну, то есть, как по мне, как, опять же, не диванного эксперта, не даже в данном случае специалиста в области экономики, а как человека, который разбирается в закономерностях, математических моделях, закономерностях, которые, в том числе, описывают распространение эпидемии. Это несколько, как мне кажется, легкомысленный подход. Что происходит, когда у нас нет карантина? Вот у нас есть рост, вот мы выходим, сейчас я покажу эту первую картинку, вот мы выходим на самое максимальное количество заболевших, но потом, естественно, начинается снова, я не взял черный фломастер, я не рисую смерти, здесь уже вот после этого максимума, может быть, чуть попозже, в зависимости, здесь еще очень важно, что в отличие от испанки, откуда достаточно часто тягают константы, у коронавируса достаточно длинный инкубационный период. Сначала говорили о трех неделях, сейчас уже говорят о том, о двух неделях, прошу прощения, сейчас уже говорят о трех и даже больше недель, когда человек может быть пассивным носителем коронавируса. И поэтому выздоровления, скорее всего, начинаются не здесь, на пике, а чуть позже, ну и идет как-то график выздоровления. Что происходит, когда вводят карантин, который китайцы ввели принудительно? Вначале у нас вирус растет, заражаются все те, кто могут заразиться в той местности, где он возник. Затем может быть, конечно, какие-то случайные всплески, вот я сейчас нарисую второй горбик, которые соответствуют случайным контактам приездам на карантинную территорию, вопреки правилам что ли изоляции, какие-то другие возможные контакты, но все равно ситуация уже гораздо лучше. Я здесь изобразил уже гораздо более низкую ступеньку, вы видите, это фактически та территория, которую мы изолировали. Да, там люди рискуют. Да, скорее всего заболеют очень многие, и нужно быть готовым спасать этих людей. Но самое главное, что я здесь чисто из соображений, ну чтобы оно было видимо, на самом деле, если мы вовремя введем принудительный карантин, вот этот вот всплеск, вот этот горб будет гораздо ниже, чем то, что я нарисовал, чтобы просто показать. И кількість зараженных, звісно, конечно, значительно упадет, и в общем-то это то, что мы видим, я еще раз хочу обратить ваше внимание на оранжевый график, да, да, это то, что мы видим в Китае, вот первый скачок, ввели, и сразу же они срезали, вы видите, еще раз Китай при его населении, при плотности населения, все-таки демонстрирует куда более позитивную картинку, чем весь мир в целом. И, наконец, последние два графика, когда мы говорим о превентивной изоляции, то есть фактически то, что происходит сегодня у нас в нашей стране и о самоизоляции. Смотрите, когда мы говорим о превентивной изоляции, то есть вот сегодня наш карантин все-таки неполный, ну да, школы закрыли с прошлой среды, если я не ошибаюсь, да, мы перешли, как многие передовые вузы в режим дистанционный и в принципе достаточно комфортно себя чувствуем в этом режиме. Затем позавчера, вчера, вчера, закрыли торговые центры, сегодня город полупустой. Закрыли транспорт, транспорт не с получения. Совершенно верно. тут можно по-разному относиться вот к этим закрытиям международных, междугородних перевозок, закрытию метро и открытию новых маршрутов, которые явно не справляются. но я хочу здесь еще раз не как экономист, а как человек, который разбирается в законах описывающих, я хочу сказать, чем продиктована эта логика. Логика продиктована следующим. Нам нужно максимально разобщить население и нам нужно максимально сбросить вот тот порог, который мы можем заразить, который мы можем вовлечь. фактически у нас возможен вот такой вот график. Кто видел графики на Вашингтон-Пост, он помнит, что там такая вот волнистая кривая, которая соответствует сначала, вы видите, быстрый рост, ничего не делалось. Это могут быть единицы, это могут быть сотни людей, но это отнюдь не сотни тысяч, как мы наблюдаем сейчас. И как только на уровне государства, на уровне региона мы взяли за ограничительные меры, мы тем самым сразу же снизили вот этот возможный порог заболеваемости, возможный порог тех людей, которые будут вовлечены. Но вместе с тем, какие-то возможные нарушения, какие-то возможные случайные контакты, в конце концов, никто же не закрыл границы между областями, можно спокойно сесть на свою машину и поехать. Есть какие-то мероприятия, которые уже нельзя перенести по разным причинам, но в любом случае вот эта картина куда оптимистичнее. И наконец последний сценарий, о котором мы говорим и который изображен в прогнозах Вашингтон-Пост как скорее всего идеальная модель, это так называемая самоизоляция. Я прекрасно понимаю, что этот подход вряд ли возможен в реальной жизни. Это все-таки идеальная модель. Ну, потому что ведь человек, который самоизолировался, да, он проявил высокий уровень гражданской сознательности, но хочется задать простой вопрос, а кто будет платить за его существование? Где у нас есть эти фонды? К сожалению, это не выглядит очень реально, но с точки зрения математики и те прогнозы сверхоптимистичные, которые можно встретить сейчас о том, что да, заболеваемости можно существенно ограничить за счет самоизоляции, да. Но тут надо достукаться до сведомости каждого, конечно. Совершенно верно. Он выглядит следующим образом. Есть заболевшие, есть всплеск, люди понимают, что нужно изолироваться, и сразу же вот это максимальное количество заболевших падает, потому что люди перестают физически контактировать, приближаться на эти пресловутые 2-1,5 метра, как вот в Варусе, по-моему. Хотя тоже такая визуальная красивая картинка, когда они наклеили вот эти вот ленты полосатые, чтобы люди понимали, где эти полтора метра. Но там, мне кажется, все-таки не полтора, а чуть меньше, но так или иначе. Но, что вы видаете, гроши надо передать, или карту. Это уже изменяется цимотражение. Совершенно верно. Но еще раз хочу сказать, что вот эта оптимистическая модель, когда у нас практически нет всплеска, она соответствует ситуации, которая в реальной жизни вряд ли возможна. Ну, с точки зрения заболеваемости, к сожалению, но с точки зрения здравого смысла и нашей жизни, конечно, мы не можем в... Да, пожалуй, ни в какой экономической системе, в самой мощной экономике, как мне кажется, нет ресурсов. Я еще раз хочу напомнить, что у вируса есть инкубационный период, и три недели карантина выбрано не случайно. Расчет изначально был, и снова такие законы, по которым распространяется эпидемия, говорят о том, что это минимальный срок карантина. Он должен быть равен инкубационному периоду, плюс страховой запас. Когда принималось решение инкубационный период всеми признанный составлял две недели, плюс страховой запас, еще там половинка этого срока. Но сегодня, правда, говорят о том, что инкубационный период длиннее. Значит, не исключено, что я еще раз хочу сказать, что, как мне кажется, цель нашей сегодняшней передачи как раз внести какое-то отрезвление, помочь людям понять, понять то, что они могут прочитать и, может быть, испугаться. Все-таки я хочу сказать, что если будет доказано, показано, что инкубационный период длиннее, чем три недели, наверное, в этом случае есть смысл продолжать карантин. Если нет, то, как мне кажется, этого достаточно. По крайней мере, еще раз хочу сказать, что нам удастся выбирать между вот этим сценарием и этим сценарием. Даже ближе к этому сценарию, когда потенциальное количество заболевших мы снижаем. Еще один очень важный момент, чему тоже, в общем-то, учит моделирование и законы. Мы сейчас не видим, не ощущаем реальной действенности тех мер, которые принимаются. По той простой причине, что мы ведь, если эти меры приняты, если они будут работать, отдельный разговор об общественном транспорте, конечно, но если эти меры приняты и будут работать, нам просто будет не с чем сравнивать. К счастью, скорее всего, нам удастся избежать самого пессимистичного сценария. Сейчас есть другие страны, в которых ситуация очень шоковая, есть чем сравнивать. Володимир, очень хочется вас спросить, успешно проводятся разные системы прогнозирования, моделирования в других странах. Вы, например, обратитесь к Вашингтон-Пост, к Институту Хопкинса, но какая ситуация в Украине? В Украине есть такие прогнозы? Кто-то их складывает, кто-то ими занимается, или есть научные исследования в этом ракуре? Мне кажется, что все-таки люди, которые принимали, мне не известно, и готовясь к передаче, я не видел каких-то, как бы это сказать, самостоятельных прогнозов. В основном там что-то озвучивали и от Нацбанка, в основном ссылаются на вот эти пресловутые четыре картинки. Ну, еще раз, с точки зрения математики, вот то, что мы сейчас увидели, то, что я постарался прокомментировать, объяснить, это действительно, как бы это сказать, крайние варианты, ну, то есть те варианты, между которыми точно будет ситуация. Понятное дело, что самый оптимистичный сценарий самоизоляции в реальной жизни не работает. К счастью, все-таки хочется надеяться, что не сработает и самый черный сценарий. Мы, скорее всего, будем находиться где-то между вторым и третьим сценарием. Цифры, реальные модели в цифрах мне неизвестно, но я хочу сказать следующее, что смотрите, если читатели посмотрят, пользователи интернет посмотрят на то, как выглядит прогноз Вашингтон-Пост, они берут просто небольшой город, который соответствует, они честно пишут, какому-то городку из глубинки штатов, и рассматривают вот эти модели на основании количества жителей, плюс вот эти вот цифры, которые соответствуют крутизну, крутизне наклона, они берут из старых моделей, из тех цифр по распространению пандемии, которые есть. Другого нам не дано. Мы узнаем точные цифры, которые нам позволят предсказывать один в один то, что происходит сегодня, тогда, когда пандемия закончится. А так мы все равно обращены к нашему прошлому. Но я хочу сказать, что вот на сегодня мне известны и то, чем пестрит интернет. Это модель Вашингтон-Пост, и это модель, которая была построена в Израиле. Они тоже для своей страны строили в цифрах. Других каких-то четких научных публикаций нет. Ну, вы знаете, все-таки, наверное, еще надо пару, тройку недель подождать, чтобы эти публикации стали достоянием общественности. Но то, что поступает наша власть в соответствии с стратегией недопущения самого жестокого сценария, это, в общем-то, отрадный факт. Дякую вам за добрые пояснения, за зрозумение. И напомню, что в нашей студии был кандидат физико-математичных наук, доктор экономических наук, профессор Володимир Момот. Говорили мы про прогнозы, поширение и развитие пандемии коронавируса. На все добре. КОНЕЦ